Минувший вечер в Москве резко ухудшилась погода. На столицу обрушился ливень с грозой и порывистым ветром. Вот все подробности расскажет ведущий специалист центров области Евгений Тишковец. Он сейчас присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, я приветствую вас. Ну а что же такое происходит? Это получается лето смыло или все-таки тепло как-то вернется к нам в ближайшее время? Да, доброй ночи. Ну сейчас фактическая погода определяется линией холодного атмосферного фронта. Она протянулась примерно от Вологодщины через Ярославскую область, Московскую, Калужскую, Смоленскую и Брянскую. В зоне атмосферного фронта наблюдается гряда мощных грозовых облаков. Местами даже идет град в перемешку с интенсивными ливневыми дождями. И температура, конечно, на этом фоне стремительно понижается. Сейчас атмосферное давление резко падает. В столичном регионе наблюдаются очаговые грозы, ливни. До града пока еще дело не дошло и, скорее всего, его не будет. Дело в том, что в темное время суток холодный атмосферный фронт, он, как правило, размывается. Поэтому, в общем-то, вся система начинает, что называется, рассыпаться на отдельные ядра вот этих грозовых облаков. Так что, по всей видимости, вот основная зона дождей, она все-таки уже прошла столичный регион. Что касается дальнейших перспектив, то фронтальная система, зависнув в так называемых параллельных потоках, будет портить погоду нам еще, по крайней мере, ближайшие сутки. В Москве в течение дня пройдут грозовые ливни, причем достаточно интенсивные. Местами не исключен град. Ну и температура, конечно, после вчерашних 25-30 градусов резко понизится до 20-25. Тем не менее, интенсивных таких экстремальных осадков мы все-таки не ожидаем, которые были буквально недавно. Так что, в принципе, ближайшие сутки такая неустойчивая погода сохранится на большей части центральной России. Евгений, ну вот у меня вопрос на более отдаленные перспективы, но тепло-то еще вернется к нам? Ну, я бы так сказал, что, конечно, таких 25-30 градусов мы вряд ли больше увидим. Но, тем не менее, вот после вот этого похолодания, которое наступит в ближайшие сутки, ситуация отыграется в обратную сторону. Во второй половине недели к нам заглянет антициклон с запада, он азорского происхождения. Соответственно, ветры развернутся с северных на западные румбы. К нам поступит новая порция, ну, уже такого довольно комфортного тепла. По крайней мере, в дневные часы в столице будет 22-27 градусов. Это существенно выше, чем положено по климатической норме для августа. Будем надеяться, что и будет так действительно хорошо, когда тепло. Пусть весен не торопится к нам приходить, и град, надеемся, тоже не будет. Спасибо, Евгений Тишковец, о том, какая погода ждет нас в ближайшие дни.